Неровный слой асфальта, нестандартные бордюры, недоделанные тротуары. Эти и другие недостатки можно увидеть даже на только что отремонтированных дорогах. Все это фиксируют эксперты строительного контроля и общественники при приемке объектов. Подрядчик обязан устранить их в короткие сроки. Проверила качество ремонта и наша съемочная группа. По поводу строя контроля на данный момент есть вопрос. Это то, что когда заезжали, наверное, все заметили бордюр. То есть они его завысили, потом в момент укладки поняли, что они это сделали. Сейчас бордюр переделали и когда будут на проспекте Ленина укладывать асфальт, они это заделают. И такое же замечание по тротуару. Там в конце тоже бордюр меняли, потому что катком его повредили. Вот там, получается, мы можем видеть, сделали пандус для доступной среды, для АСП-59. Но в итоге данный, так сказать, пандус привел к тому, что вся вода собирается и утекает в данное учебное заведение. Особенность этой дороги по улице Эльбекова – отсутствие ливневой канализации. Это создает дополнительные трудности. Подрядчик воддорстрой мог бы учесть это при ремонте, но не сделал этого. И сейчас уже вынужден устранять последствия. Будем решать сейчас, что с ним делать. Либо валики делать, либо каким-то образом ставить лоток и отводить воду уже на газон. А по самому дорожному покрытию? По самому дорожному покрытию пока, в принципе, как таковых замечаний нет. То есть в момент стройки все устранялось, контролировалось. Дорожная разметка здесь еще не нанесена, потому что специалисты не провели проверку ровностей. А по остальным параметрам проезжая часть вполне соответствует. Отремонтировали улицу в рамках национального проекта. Работы завершены еще на четырех столичных дорогах. По улицам Тукташа, Игнатьева, Кооперативная, Янаушика. С этого года мы 100% весь асфальт, верхний слой используем по новому ГОСТу. Это либо у нас СМА-16, либо по СП-16. То есть это более высокочебеночный, с более высоким содержанием щебня асфальтобетон. Прочностные характеристики у него выше. Калея образуемость ниже. То есть он такой более устойчивый к нагрузкам. Общественники серьезных нарушений на участках не нашли. Но отметили, что даже малейшие недостатки подрядчики должны устранять за свой счет. Есть замечания, касающиеся удобства пешеходов. Маломобильный труд населения. Есть где-то торчащие колодцы, которые, ну, где-то тротуар можно вырвать. Где-то можно сделать спуск для колясок. Такие, вроде бы, мелочи для заказчика-подрядчика, они оказываются в жизни неудобными и проблемой даже для некоторых групп населения. Собственники автодорог, муниципалитеты, скажем так, в нашем случае, приходят к тому, что лучше, чтобы таких моментов было меньше, заранее готовить проекты на серьезные объекты. Раньше предусматривалось только техническое задание, под которое уже подрядчик подстраивался. Техническое задание, там минимум требует норматива, ширина полотна, толщина асфальтового покрытия. Такие вот моменты, которые можно прописать. Но оно не касается внутренних коммуникаций. В стадии ремонта еще семь дорожных объектов.